Казанский федеральный университет подписал меморандум о взаимопонимании с Международным университетом Кыргызстана. Интерес у нас есть, взаимный интерес, поэтому думаю, что при желании все получится, было бы желание. Когда обсерватории КФУ войдут в список ЮНЕСКО. Педагогические выходные в Елабуге. Всем привет! В эфире универнию со студией Надежды Мещерякова. В КСК КФУ УНИКС 25 января пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня российского студенчества. Они объединят самую активную молодежь университета, в том числе иностранных обучающихся. В рамках подписания меморандума о взаимопонимании в Казанском федеральном университете прошла встреча руководству КФУ с делегацией Международного университета Кыргызстана. Все подробности далее. Визит делегации Академического консорциума Международного университета Кыргызстана начался с Института геологии и нитегазовых технологий КФУ. Там гости осмотрели новый 3D-центр, который оснащен в соответствии с современными тенденциями развития технологий и является ярким примером реализации отраслевого инновационного учебно-научного комплекса. Также гости осмотрели и другие лаборатории. Нас интересует медицинное направление, нас интересует направление тех, которых у нас нет. Вот мы смотрим, есть или нет. Вот я не знаю, есть у вас или нет, допустим, это как компьютеры науки, самые современные подходы пойдут. Там еще целый ряд вещей, которые я хочу. Мне просто интересно посмотреть. Если сильно будете интересовать, пошлем сюда своих людей, пригласим ваших. То есть шаг за шагом, степ-бай-степ будем работать. Мы сейчас тоже обсуждали с коллегами о том, чтобы, скажем, поработать в смысле вот рудных, нерудных полезных ископаемых и нефти, да. В этом смысле, конечно, это страна очень интересная и, наверное, мы будем пытаться работать и, наверное, поедем туда, они к нам приедут и будем как-то общаться. Далее делегация проследовала в Институт международных отношений Казанского университета. Там гости посетили ресурсный центр по развитию исламского и сломоведческого образования. Помимо директора Института Рамиля Хайрудинова от Казанского университета во встрече приняли участие заместители по международной деятельности и преподаватели. После этого делегация направилась в главное здание. Я очень рад, что у нас нашлись общие знакомые, партнеры. И я думаю, что все, что мы наметили, мы не просто реализуем, но и сможем быть друг для друга в соответствующем дополнении. Потому что и уровень преподавания в Международном университете Кыргызстана, и, вы сами понимаете, Казанский федеральный уровень, они соотносятся. Это не разные порядки. Отметим, на 2022 год Казанскому университету обучаются 72 гражданина Республики Кыргызстан. Временно исполняющий обязанности ректора Дмитрий Тайюрский отметил, что в любом случае Казанский федеральный университет станет одним из самых значимых партнеров для реализации совместных программ. Интерес у нас есть, взаимный интерес, поэтому думаю, что при желании все получится, было бы желание. Поэтому надо работать, двигаться вперед. В конце встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Академическим консорциумом Международного университета Кыргызстана и Казанским федеральным университетом. Академический федеральный университет подписывает меморандум о взаимопонимании в целях развития международного сотрудничества и укрепления связей между Казанским федеральным университетом и Международным университетом Кыргызстана. претендует на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В случае успеха это позволит казанским ученым получать международные гранты, а университету развивать бренд и привлекать туристов. Подробнее в нашем сюжете. Казанская городская астрономическая обсерватория была построена в 1838 году на территории Императорского университета благодаря деятельной помощи ректора, астронома и великого математика Николая Лобачевского. Именно здесь казанские ученые проводили систематические наблюдения астрономических явлений и сделали первое открытие. Например, профессор Мариан Ковальский предположил, что наша звездная система вращается. К концу 19 века в Казани появились первые трамвайные пути. Движение транспорта создавало серьезные помехи при высокоточных измерениях положений звезд. Поэтому было решено перенести обсерваторию за город. В 1901 году недалеко от железнодорожной станции Лаврентьева появилась одна из самых старейших астрономических обсерваторий страны имени Ингельгарта, которая работает уже 118 лет. Фактическими создателями этой обсерватории являются два друга астронома – Дмитрий Дубяга и Василий Ингельгард. Последний выступил в роли мецената и подарил телескопы, научное оборудование и богатую библиотеку. На данный момент обсерватория выступает в качестве научного, образовательного и научно-популярного центра, а старинные телескопы стали музейными экспонатами. Перед смертью ученый Василий Ингельгард безвозмездно передал оборудование Казанскому университету и завещал похоронить его в Казани. Однако Первая мировая и гражданская война помешали осуществить это. Через 100 лет в 2014 году на территории обсерватории по инициативе ректора Ильшата Гафурова было проведено перезахоронение Ингельгарта, в котором принял участие и Ментимер Шаймиев. Включение комплекса обсерватории в список всемирного наследия позволит создать мировую сеть астрономических обсерваторий и тем самым поддержать их, так как многие подобные учреждения по всему миру пребывают в состоянии выживания. Если бы нам организовать переподготовку, такую пиар-апцию сделать, переподготовку учителей по астрономии на базе нашей обсерватории, на базе нашего планетария, школьных учителей подготовку, было бы очень здорово, это было бы очень красиво, потому что если мы говорим о астрономическом наследии, то мы могли бы республику спозиционировать в том плане, что мы используем, то есть историческое наследие для того, чтобы образовывать школьников, новое поколение подрастающее. Необходимо будет, соответственно, подготовить мастер-план этой территории, язык Елененска мастер-план, но генплан, особенно территории астрономической обсерватории Ингельгарта. Было принято распоряжение в сентябре 2021 года, распоряжение Кабинета министров о предоставлении определенной суммы фонду возрождения для возмещения затрат, связанных с организацией и проведением мероприятий популяризации культурного наследия в части сопровождения и продвижения номинационного досье и плана управления на объект астрономической обсерватории Казанского университета. Вот это свидетельство того, что у нас с вами работа не с нуля, мы сейчас начинаем, что работа на определенном уровне уже достигнутом. В списке ЮНЕСКО состоит более 1100 объектов. По их числу Россия находится на девятом месте. Из 30 объектов 10% находятся в Татарстане. Надежда Мещерякова, Александр Кузнецов, Универньюз. Согласно официальным данным о коронавирусе в России, за последние сутки выявлено порядка 65 случаев заражений. Свыше 9 миллионов человек выздоровели. Первым компонентом вакцины привелись более 80 миллионов человек. Полную вакцинацию прошли свыше 76 миллионов. На сегодняшний день вакцинация остается единственным способом защитить себя и близких. Казанский федеральный университет принимает активное участие во всеобщей иммунизации. Напомним, что привиться можно в университетской клинике по адресу улицы Вишневского, 2А. Запись по телефону 233-300. Преподаватели Елаборского института КФУ встретились с будущими выпускниками школ Тукаевского района. В рамках проекта «Педагогические выходные». Тему продолжит наш корреспондент. Проект реализуется в выездном формате с целью ознакомления молодых людей со спецификой педагогической профессии, а также возможностями, предоставляемыми Елаборским институтом в ходе обучения. В мероприятии приняли участие более 30 школьников. Для них провели мастер-классы и деловые игры. Мы сегодня играли в игры, мне они очень понравились, было интересно. Но я считаю, для меня это было достаточно полезно. Вообще, на самом деле, я уже до всего этого планировал поступать в Елаборский КФУ. Однако, данная встреча, так сказать, подкрепила мой интерес. Проект «Педагогические выходные» продолжит свое путешествие по городам Республики Татарстан. Следующим пунктом назначения станет Заинский район. Роберт Хасанов, Айдар Нурмиев, Универньюз. На этом все. В студии была Надежда Мещерякова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!